Девушки отдыхают Для нашего времени это сложновато Уж слишком много требований Нужны квалифицированные жильцы И большие финансовые вложения Чтобы организовать все условия Да к тому же ни в одном институте этому не учат Жертвоприношение это не обязательно обрад Любая ваша деятельность Может быть подношением Богу Достаточно иметь знания Через Что будет дальше? Затем наступает два пара юга Бронзовый век Это третья по счету эпоха олицетворенная осень Единца 864 тысячи лет Благочестие уменьшается еще на четверть Человечество утрачивает чистоту Пропорционально этому увеличиваются бедствия и пороки Продолжительность жизни уменьшается в десять раз И составляет тысячу лет Оставлено уронной праздник Для достижения самосознания Является пушное кораблое Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Куда же одевались все эти добродетели? Благородство, чистота, милосердие, сострадание. Почему сейчас так трудно встретить людей, наделенных этими качествами? В наше время чаще услышишь брань, нежели доброе слово. Что случилось с миром? Почему все так? Дело в том, что мы живем в непростой век. Это следствие влияния Кали-юги, века раздоров. Звучит музыка. В эпоху Кали, в железный век, который сравнивается с самой цивилизацией, человечество утрачивает былые добродетели и погружается в отвратительную деятельность. Религия, правдивость, чистота, терпение, продолжительность жизни, физическая сила и память ослабевает день за днем из-за могущественного влияния этой эпохи. В Кали-югу материальное богатство считается признаком хорошего рождения человека, его поведения и качества. А законы правосудия применяются с позиции силы. Мужчины и женщины живут вместе только вследствие сексуального влечения. Признаком мудрости и духовности человека становится его одеждой, а успех в делах основывается на обмане. Достоинства человека серьезно подвергаются сомнению, если он не имеет хороших средств к существованию. Тот, кто молок в журнировании словами, считается сведущим ученым, и лицемерие воспринимается как талант. Красота оценивается только по причински. Наполнение желудка пищи становится смыслом жизни, и наглость воистину считается вторым счастьем. Правители ведут себя ничами лучше воров, изведенные голодом и непомерные налоговые люди прибегают к поеданию листьев, корней и мяса себе подобных. Частные засухи приводят к полному разорению сельского хозяйства. Население земли сильно страдает от всевозможных катаклизмов природы. Национальные разбры, раздоры, голод, жажда и болезни становятся причиной тревог и беспокойств. Продолжительность жизни с трудом достигает семидесяти лет. Войны и природные бедствия становятся обычным делом, а семейные устои теряют свою силу. Многие дети вынуждены расти без родителей, а неразумные матери с помощью аборта заживо убивают своих собственных детей. Человечество становится корыстным, эгоистичным, эксплуатируя всех и всех, что их окружает. И духовные ценности заменяются потерями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... 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 «Религия для века Кали». Шри Чайтаня совершил множество удивительных деяний и стал живым примером, как на практике применять духовное знание. Метод воспевания святых имен Харе Кришна прост, а благо и духовное счастье воспевания безграничны. В Священных Писаниях говорится, что учение Господа Шри Чайтаня распространится во всем мире. И Харе Кришна Махамантра, великая песня освобождения будет звучать в каждом городе и деревне. Великобритании Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» «Симон»